1 июня двойной праздник у самарских школьников, день защиты детей и старт летней оздоровительной кампании. В этом году более 16 тысяч самарских ребят отдохнут в загородных и пришкольных лагерях. Этот отдых важен и востребован. Приятно видеть детей, которые наконец-то окончив школу, попали в лагерь. Я думаю, для них это действительно долгожданная поездка. И мы особенно рады в этом году, что уже практически полностью снимаются ограничения, которые были до этого связаны с ковидом. И даже мы, взрослые, можем приехать сюда и порадоваться, разделить эту радость вместе с детьми. Свежий воздух, активный отдых, правильное питание – насыщенная программа мероприятий. По словам организаторов, детям скучать будет некогда. Праздничная атмосфера каждый день. Это же смена именно модульная. То есть дети едут сюда конкретно заниматься. Не просто так они бегают. Они тут что-то новое всегда узнают. Ну и оздоравливаются. Режим дня никому не мешал еще никогда. Днем у нас мастер-классы. Это и кино они будут снимать, и клипы будут ставить, и все на свете. В загородном лагере «Арго» будет пять профильных смен продолжительностью в 14 дней. По различным направлениям – техническому, естественно-научному, военно-патриотическому, художественному, спортивному. В лагерях обновили мебель, оборудование и инвентарь, улучшили материально-техническую базу, построили спортивную площадку и приобрели оборудование. К вопросам безопасного отдыха детей организаторы подошли со всей ответственностью. Очень строгие параметры, критерии безопасности. То есть, начиная... Ну, если безопасность и здоровье, то лагерь, естественно, обрабатывается все. То есть, получается положительное заключение Роспотребнадзора, естественно, СССР. По безопасности антитеррористической тоже. То есть, физическая охрана, кнопка тревожная. То есть, напрямую к Росгвардии, пожарные, если вы видите, здесь у нас прямо на территории находится. То есть, максимально. В этом году в связи с улучшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу отменены ограничения по вместимости детских лагерей. Теперь они смогут работать в полную загрузку. Елена Чернявская, Константин Головин. События. КОНСТА. КОНСТА. КОНСТА.